Спина и только руки в конце. Не стреляйте ногами. Любимое состязание всех мальчишек масс-рестлинг или перетягивание палки. Задача упереться ногами в опору и работать с только верхней частью туловища. Победите туда, да? Вокруг стоечек и бросок. А это упражнение точно знают все хоккеисты. На спортивном жаргоне его называют улитка. Участнику нужно на время вести шайбу по льду, обходя препятствия. Многие ребята впервые пробуют свои силы в состязаниях. А есть и завсегдатые спортивных праздников. Я с дедушкой сюда ходил, почти ни одного праздника не пропускала. Очень интересно, хорошие игры, можно посоревноваться с кем. Пропустить такой праздник не хочется не только детям, но и их родителям. Анна Бокалым планировала провести выходной дома, но увидев, что происходит во дворе, решила присоединиться. У нас просто окна квартиры смотрят сюда, на площадку. И мы смотрим на какое-то движухо. И мы решили выйти. Да, но тут каждое воскресенье проходят какие-то игры, соревнования. Нам очень нравится. Все от идеи до организации и проведения спортивных состязаний в этом дворе – дело рук мастера спорта СССР по гребле и лыжным гонкам Анатолия Юдаева. Почти каждое воскресенье он посвящает детскому спорту, продумывает программу, всегда учитывает возраст и уровень подготовки ребят. Часто приглашает к участию именитых спортсменов. На этой площадке вот сюда, здесь у нас и наши именитые олимпийцы. И Юра Малышева, Юра Александровича, Анфиса Рисова, Ирина Худорожки, они приветствуют здесь. И ребятам надо. По мнению Анатолия Кузьмича, такое времяпрепровождение гораздо лучше, чем компьютерные игры и гаджеты. На улице дети не только двигаются и дышат свежим воздухом, но и учатся общаться друг с другом. Вот детская площадка, да, а рядом комплекс вот этот спортивный. Вот ребенок оттуда, ему два годика, он уж заглядывает, он приходит сюда. Малыши катаются, уже двухлетние катаются, представляете, приятно как. А после активных состязаний – чаепитие. Анатолий Юдаев позаботился о том, чтобы дети согрелись и как следует подкрепились. Для них горячий чай и сладкие пряники. Молодцы, не надо, я сам делаю стаканчик, бери стаканчик. Каждый раз на спортивные игры во двор приходят все больше и больше ребят. Сам Анатолий Кузьмич, говорит, сбился со счета. Привык шутливо считать ребят стаканчиками чая. В среднем, говорит, выпивают три больших ведра. Редактор субтитров А.Семкин